Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич и вы на канале Как Похудеть. А для того, чтобы похудеть, нужно есть. Это правда, потому что я похудела на 55 кг благодаря вкусным простым рецептам, в том числе, которыми я с вами с огромным удовольствием делюсь. И сегодня будет не один рецепт, а меню на целый день. Мы с вами приготовим завтрак, обед, ужин, ну и, конечно, салат. Начинаем готовить с завтрака, как всегда, все просто, быстро, вкусно. Ну и, конечно, то, что нужно для снижения веса. Нам понадобится 2 средних кабачка, но у меня один кабачок помельче, другой покрупнее. В общем, получается 2 средних. Натираю кабачок на крупной терке. Кабачки хорошенечко присаливаю. Пока кабачки отдают лишний сок, мы отправляем в миску 3 яйца, 100 мл молока. И сейчас все просто смешиваем, то есть там ничего взбивать не надо, нам нужно смешать молоко и яйца. В яично-молочную смесь постепенно засыпаю 100 граммов симолины, манной крупы из твердых сортов. Ну и, конечно же, перемешиваю. 200 граммов твердого сыра у меня, красный чеддер, натираю на терке, на крупной. Кстати, чеддер я на 10 минут положила в холодильник, в морозилку, и теперь он натирается намного легче. У меня есть 2 маленькие симпатичные морковки, их натираю на мелкой терке. Вы можете взять одну крупненькую. Пока все ингредиенты мы с вами готовили, кабачки дали сок, я их уже отжала, и начинаем все соединять. Добавляем нашу яично-молочную смесь вместе с манкой. Теперь я уже отправила морковку, которую натерла на мелкой терке. Добавляем 200 граммов красивого сыра чеддер. Вы можете, кстати, использовать любой сыр, который есть у вас. Еще понадобится 10 граммов разрыхлителя. Это один пакетик. Немного перчу по вкусу. Ну и теперь наша задача хорошенечко перемешать все ингредиенты. Манка, кстати, у нас уже настоялась, поэтому лишнего времени для того, чтобы все вместе стояло, нам не нужно. Хорошо перемешиваем. Теперь остается моя самая любимая часть. Просто отправляем наши будущие кексики в форму. Я использую свою любимую силиконовую. Вы можете использовать любую формочку, которая есть у вас. Если используете не силикон, то смажьте маслом, присыпьте мукой, сухарями. В общем, каким-то вариантом воспользуйтесь для того, чтобы не пригорело. Вот уже наши кабачковые кексики с сыром готовы отправиться в духовку. Что мы сделаем? Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Прошло полчаса, и наши красавчики кексы готовы. Посмотрите, какие они румяные, аппетитные, так как просятся скорее подать их к завтраку. Это мы сейчас и сделаем. Вот такие красивые румяные они получились, когда мы их вытащили из формы. И теперь отрезаем кусочек нежнейшего, вкуснейшего кекса. Готовится очень просто, быстро. И, конечно же, отличным дополнением к такому кексу станет ложечка сметаны. Приятного аппетита! Теперь время приготовить обед. И сегодня мы с вами приготовим суп, потому что у меня всегда суп на обед. И я поделюсь с вами тем рецептом, который вы сто, а может быть даже тысячи раз спрашивали в комментариях и в инстаграм. Хотя суп самый простой. Это суп с фарикадельками. Я думаю, хит среди всех детей, потому что это самый любимый суп у моих детей. И они его очень часто просят приготовить. Сегодня как раз такой день, поэтому совмещаем полезное с полезным. Снимем видео и готовим суп для детей. Начинаем! У меня одна вот такая крупная картофелина. Вы можете взять три мелких или две средних. Нарезаю ее сначала вот так. А теперь нарезаю кубиком около одного сантиметра. Отправляем в кастрюльку нашу картофель. Ну, как вы видите, она достаточно крупная. Картошки из нее вышло много. Одну среднюю луковку я целиком отправляю, потому что младший лук, который, если вдруг его пробить на кусочки, не ест. 100 граммов промытого риса. Рис у меня длиннозерновой. Чтобы все готовилось быстрее, я заранее вскипятила чайник и уже горячей водой заливаю картофель и рис для того, чтобы приготовление просто происходило быстрее и лишнего времени мы с вами у плиты не проводили. У нас получается 2,5 литра. Это тот объем, который нам и нужен. Накрываю крышкой и оставляю вариться на среднем огне. Еще нам понадобится полкило куриной грудки. У меня, естественно, филе без косточек. Его необходимо измельчить. К филе добавляем 1 треть чайной ложки соли и 150 миллилитров молока. Это нужно для того, чтобы фрикадельки были вкусными, нежными и для того, чтобы мясо проще было превратить в фарш. Начинаем! Картофель и рис почти готовы. Снимаем крышку. Вот такой красивый и нежный у нас получился фарш. Я туда не добавляю больше ничего, только соль, мясо и молоко. Теперь влажными руками делаю аккуратные, кругленькие фрикадельки, которые так и любят мои дети. Ну и естественно, как обычно, загружаем фрикадельки по очереди в кастрюлю. Такие красивые у нас фрикадельки получились. Убираем лук. Он нам не нужен. И добавляем 2 листика лаврушки. Так любят мои дети. Накрываем крышкой и оставляем на пару минуток на самом медленном огне. И вот уже наш простой, быстрый, вкусный и горячо любимый моими детьми. В принципе, емной супчик с фрикадельками готов. Благодаря тому, что фрикадельки мы приготовили вместе с молоком, они получаются очень-очень нежными. Если вы так не готовили раньше, обязательно попробуйте. Я уверена, что такой рецептик вы возьмете себе на вооружение. У нас на порцию выходит 3 фрикадельки. Ну и, конечно, обязательно зелень. А дети добавляют себе сметану. Приятного аппетита! Наш обед готов. Остается приготовить ужин. Ужин у нас будет тоже простой, вкусный, полезный. Начинаем! Вот так у меня много лука. Я взяла 5 луковиц, потому что сейчас лук молодой, он очень сладкий, сочный. То, что нужно для вкусного ужина. Нарезаю тонкими полукольцами. Вот такое большое количество лука отправляем в сковородку. На дно сковороды я налила уже 2 столовые ложки растительного масла. Лук ужарится, так что не пугайтесь тому, сколько много я его использую, потому что луковый соус это вкусно, очень просто, недорого и, что немаловажно, полезно. У меня 2 спелые помидорки. Разрезаю их вот так на 2 части и режу тоже тонкими полуколичками. Соединяем помидорки с луком. И сейчас перемешаем. По-прежнему мы с вами готовим на среднем огне. Вот так аппетитно уже выглядит лук с помидоркой. То, что нужно. Теперь немного перчу по вкусу. Вы можете поперчить сильнее, если вам нравится, поострее. Добавляю 600 граммов нута. Он у меня замороженный. До этого я его отварила. И еще у меня есть 200 граммов замороженного горошка. Его тоже отправляем в сковородку. Теперь наша задача, насколько это возможно, все это дело перемешать. Крупный кусочек кладем в серединку, так он быстрее растопится. Накрываю крышкой. И оставляю где-то на 5 минут на среднем огне, для того, чтобы нут и горошек растаяли. 5 минут прошло. Снимаем крышку. Я добавляю половину чайной ложки копченой паприки, чтобы все стало еще вкуснее. Конечно, не забываю присолить по вкусу. Сейчас прибавляю огонь до среднего. И все еще разочек перемешиваю. Лук получается невероятно вкусным. А нут обладает такой способностью впитывать в себя все вкусы и ароматы, которые представлены в соусе. Поэтому нут получится очень вкусным, очень нежным. И такой ужин отличное решение для лета, потому что иногда не хочется тратить и время, и мясо как-то тяжеловато на ужин. А благодаря вот такому растительному белку получается очень вкусный, простой и, кстати, быстрый ужин. Вуаля! Наш ужин готов! Самое время отправить его на тарелку. Посмотрите, какая красота, вкуснота. Мне кажется, как раз все цвета лета смешались. И, кстати, есть это блюдо без мяса не обязательно. Если вам хочется, вы можете спокойно использовать его как гарнир к рыбе, курице или мясу. Будет очень-очень вкусно. Приятного аппетита! Основное блюдо готово, но это еще не значит, что видео закончено, потому что не перестану петь дифирамбы с салатом. Это то, что нужно для похудения. Это то, что нужно для здорового образа жизни. Ну и в конце концов, это просто невероятно вкусно. И для того, чтобы салат был вкусным, начнем его готовить с вкусной заправки, со вкусного соуса. И тогда вы полюбите салаты. Я вам обещаю, начинаем! Добавляю 2 столовые ложки соевого соуса, щедрую столовую ложку горчицы и 2 щедрых столовых ложки сметаны. Это в последнее время одна из моих любимых заправок. Готовлю ее часто, ну и, конечно, рада поделиться с вами. Теперь наша задача все это дело перемешать до того, чтобы у нас получился с вами однородный соус. Я беру вот такой красивый зелененький качанчик салата айсберг. Сейчас уберем его в лишние части. Делаем все это просто с помощью ножа. Теперь я разрезаю на половинки и нарезаю его достаточно крупно. Кто-то любит рвать салат руками. Мне, на самом деле, привычно резать ножом и быстрее. Поэтому я вот как привыкла, так и делаю. Отправляем наш салат в соус, который мы уже заготовили. И теперь делаем самое главное. Необходимо хорошенько перемешать соус и салат. По сути, сейчас мы с вами маринуем салат в соусе. Поэтому салат будет не каким-то там пресным, а очень-очень вкусным. И за то время, пока мы будем подготавливать остальные ингредиенты, он настоится. Просто попробуйте так сделать. Я уверена, вы влюбитесь и тоже будете так готовить. У меня есть две красивые астраханские помидорки. Вырезаем у них сердцевинку. Режу его на вот такие долечки. И я всегда нарезаю салат кубиком. Не знаю, так привыкла, очень люблю. И мне кажется, так еще очень красиво. Может быть, даже вкуснее. Отправляем кубики томатов в салат. И еще у меня есть баночка кукурузы. Все это отправляем тоже. И нам остается только все перемешать. Потому что салат у меня сегодня простой и быстрый. Не обязательно использовать салат айсберг. Вы можете взять пекинскую капусту, листовой салат. В общем, все, что есть у вас. Потому что у меня сегодня был салат айсберг. Ну и логично, что именно из него я и приготовила себе овощное блюдо на ужин. И вот наш прекрасный, вкусный, хрустящий, сочный салат готов. Приятного аппетита! Восхитительное летнее, простое, вкусное меню мы с вами сегодня приготовили. Если вам такие рецепты тоже понравились. И если вам нравится формат видео меню на день, обязательно поддержите. Оцените нашу работу. И, конечно, поставьте лайк. Потому что мы, правда, стараемся. Видите, я даже немного спасела. Ешьте больше овощей. Лето это время для этого. И они очень сильно помогают. Просто хорошо себя чувствовать. Хорошо выглядеть. Быть энергичной, такой, как я, начать размахивать руками. В общем, ешьте овощи. Пишите в комментариях, какие блюда летом чаще всего готовите вы. Потому что в ваших комментариях я черпаю вдохновение. И Сергей мне уже показывает, что пора переставать говорить. Что-то меня после готовки пробило на общение. Вот здесь появятся еще наши новые полезные, интересные видео. И, конечно же, они будут еще вкусными. С вами была летняя, энергичная Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, позитива. Ну и, конечно, берегите себя.